ТРАССА 101 Приветствую в эфире ТРАССА 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. В Госдуме призвали ужесточить наказание для водителей, которые во время движения используют смартфоны и другие гаджеты. Исключение могут составить устройства, которые неподвижно закреплены на панели или лобовом стекле. Если электронная штуковина находится в руках, все штраф 5000 рублей. Причем такие нарушения должны распознаваться камерами фото-видео фиксации. Напомню, что сейчас размер штрафа за использование водителем телефона 1500 рублей. ТРАССА 101 В этом году порядка 1300 водителей в Кировской области попали в поле зрения полиции за оставление места ДТП. Они уже наказаны или им еще грозит наказание в виде ареста до 15 суток либо лишения прав на срок до полутора лет. ГИБДД предупреждает уезжать с места аварии. Самонадея на беглецов обычно удается обнаружить по записям видеорегистраторов, камер видеонаблюдения, а также по показаниям очевидцев. ТРАССА 101 ГИБДД обещает до конца этого года запустить паутину. Это всероссийская система розыска автотранспорта и не обязательно угнанного. Например, есть интерес отследить маршрут передвижения конкретной машины. Данные о ней по забитому в систему госномеру придут из каждого региона, где засветилось авто. То есть стражам порядка не надо будет направлять запросы в другие города. Интересно, что паутина задействует не только дорожные камеры, но и любые камеры наружного видеонаблюдения. ТРАССА 101 По какой причине начинающие водители чаще всего попадают в ДТП? Как рассказали в госавтоинспекции, на первых местах находятся три фактора несоблюдения очередности проезда перекрестков, непредоставления преимущества и неправильное расположение транспортного средства на проезжей части. Кроме того, новички часто превышают скорость и не пропускают пешеходов на переходах. ГИБДД настоятельно советует обратить на это внимание преподавателям автошколу. ТРАССА 101 Компания Porsche представила обновленный Macan. Цены на кроссовер начинаются от 5 миллионов 400 тысяч рублей. В ходе рестайлинга у него, в частности, появились другие бамперы, адаптивные светодиодные фары, иные диски диаметром 19, 20 или 21 дюйм. Базовая версия комплектуется бензиновым двухлитровым мотором мощностью 265 лошадиных сил. Трансмиссия только и семиступенчатый полуавтомат с двумя сцеплениями. В топовой комплектации кроссовер обойдется минимум в 7,5 миллионов. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова. До свидания. ТРАССА 101